Алина Адамко, компания Metropolitan Premium Property. Алина, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Все, ура, ура. Итак, УАЭ тоже границы открыты, и мы сейчас с вашей коллегой из Турции беседовали, и как раз перешли к тем странам, рынок недвижимости, который в меньшей степени пострадал от именно закрытия границ, потому что к вам по большому счету приехать можно. Более того, в Эмиратах, ну, может быть, нам со стороны, нам, живя в России, не сразу покажется, что это какая-то тенденция, но на самом деле мы вот на пряне это видим. У нас, например, значительное число посчитителей из Израиля, ну, тоже русскоговорящие, все понятно. Несколько лет назад представить себе, что израильтянин покупает что-то в Эмиратах, ну, можно было так, со скрипом. Сейчас эта тенденция изменилась. В двух словах, давайте об этом, все флаги в гости к нам, мы так заглавили первую тенденцию, которая есть у нас в Объединенных Арабских Эмиратах, сейчас мы найдем этот соответствующий кадр. Вот он у нас, и плюс к тому, тут экспо знаменитое, которое должно было пройти осенью этого года, это перенесено. В двух словах, что сейчас происходит? Да, Филипп, вы правильно подметили, сейчас у нас такая вот интересная тенденция, что больше нет распределения по национальностям и так далее. Все добро пожаловать в Эмираты. На самом деле тот факт, что экспо перенесли на следующий год, то есть в октябре 2021 года это хорошо повлияло и отразилось и на общую экономику, и на рынок недвижимости, потому что застройщики к этому времени очень много проектов успеют достроить и сдать. И к этому времени, конечно же, мы видим очень интересную тенденцию. что много инвесторов из разных стран все-таки подтягиваются в Эмираты. Это Европа, очень-очень интенсивная Европа. Люди хотят переезжать сюда на постоянное место жительства или же инвестировать, чтобы был как летний домик. И, конечно же, к нам подтягиваются наши друзья из Израиля. И несмотря на то, что это уже было объявлено, но еще официального разрешения приобретать по израильскому паспорту земельный департамент не выпустил. То есть мы ожидаем, чтобы это вступило в силу в начале января легально. Но, в принципе, интерес уже очень активный. То есть мы видим, во-первых, очень много туристов, все топовые отели уже заселены, и заселены, в принципе, если пообщаться с нашими друзьями из Reservations, то мы знаем, что по национальностям это Израиль. И общаясь с клиентами, также проводя показы, переговоры, мы знаем, что это вот интерес именно инвесторов из Израиля. Алина, давайте несколько слов о первичном рынке и о вторичном рынке отдельно. Про первичку. Как вели себя застройщики? И как они ведут себя сейчас? Цены снижаются, повышаются, они согласны на рассрочки? Какая динамика сейчас? Ну, смотрите, застройщики выбрали очень солидную позицию. Один из ведущих застройщиков сказал такую фразу. Если я начну понижать цены, или если наш бренд, наш застройщик начнет понижать цены, то это будет предательство наших инвесторов. То есть нас, те, которые у нас уже покупали долгое время, нас не поймут. Рынок и так идет на понижение, вот с 19-го, 20-й год. То есть мы должны по максимуму удержать и поддержать своих инвесторов. То есть у застройщиков цены остались такие же. Единственное, чем они помогли, это была рассрочка платежей. На регистрацию, частичные скидки на регистрацию объекта, то у нас регистрационный сбор стандартный, это 4%. В определенных случаях застройщик оплачивал 2%. Ну, в общем, так. Новых лончей, новых проектов не было. В течение 20-го года продавалось то, что было объявлено до того. То есть планомерно выпускался, мы называем это инвентарь, да? Это наличие, скажем так, да? Алина, вы сказали, что новых проектов не было. То есть они, даже то, что запланировано, люди решили начать стройку чуть позже и выпускать на рынок объекты? Нет, на самом деле, застройщики, которые, вот, если мы берем МАР, например, то МАРа основных 3 комьюнити, и из них, в принципе, не было объявлено нового чего-то, да? То есть мы продавали, то есть периодически выпускались какие-то этажи или какой-то часть башни или вторая часть того же комплекса. Но чтобы сказать, что вот новое что-то объявили, выпустили на рынок, нет. Ну, был застройщик, например, Теляль-Алгав, там вилы, но вилы сметают просто. В этом году все хотят переселиться из квартир в вилы, в таунхаусы, то есть очень активно идет... То есть спрос совершенно явный, и вы это фиксируете? Очень. То есть именно в этом направлении? Не первичный рынок и вторичный рынок. Когда речь идет о вилах и таунхаусах, это повально все. Когда речь идет о квартирах, все-таки лидируют прибрежные районы у нас и центральные районы, да? То есть то, что более отдаленно, оно тоже пользуется спросом, но больше у арендаторов, которые тут живут, и решили в этом году перейти в статус владельцев. А у инвесторов все-таки пользуется то, что ближе к морю, ну, как и везде, я думаю. Смотрите, при этом вы сказали о том, что рынок находится под давлением, и это действительно так. И вот официальная статистика, но она, правда, исключительно по Дубаю, говорят, что рынок недвижимости остается несколько ослабленным, сегмент вилл близок к стабилизации, а цены на жилую недвижимость в годовом исчислении к третьему кварталу все-таки упали. Понятное дело, что размеры падения, они по-разному, их можно оценить, да, в конце концов, когда говорят, что там упали на 5%, конкретный объект мог и не снизиться. Но как вы прокомментируете эти цифры, что цены на жилье снизились? На что можно рассчитывать? Я хочу сказать, что наоборот, последние, если не квартал, то последние два месяца текущего года у нас наоборот оживление. Мы видим по многим районам восстановление цен. Где-то 0,5%, где-то 3%. Есть районы, в которых даже на 5%. Владельцы, у которых нет явной потребности в продаже объекта, они сейчас не продают. То есть выбирают аренду или просто объекты пустуют, или кто может себе позволить, где нет финансовых тяжб, задолженностей и так далее. Те владельцы, которые у них объекты в ипотеке, опять же, если есть возможность тянуть эту ипотеку, то опять же объект не продают. Если нет возможности, ну, есть некоторые индивидуальные случаи. Но чтобы сказать, что на сегодняшний день повально у нас дистресс, нет такого. То есть паника была в течение марта-апрель, ну, скажем, еще май. Вот были там... В чем она выражалась? То есть просто были отдельные сверхнедорогие сделки? Да, да, да. Были именно индивидуально клиенты, которые по определенным обстоятельствам. Кто-то потерял работу, кто-то решил переехать обратно в свою страну проживания. У кого-то, я не знаю, там проблемы в бизнесе, и нужно было срочно достать откуда-то кэш, то есть продавали активы по заниженной цене. То есть разные были обстоятельства. Но это было такое, понятное дело, что с человеческим фактором, связанный, ну, и с общей тенденцией. Сейчас стабилизируется ситуация, больше ясности, очень обнадеживающе такое вот на рынке полностью. Вот у нас есть во многих башнях группы на WhatsApp между всеми собственниками. И они между собой переписываются, кто какие предложения получает о продаже, обсуждают эти предложения. То есть интересная такая тенденция. То есть в общем и целом сговор владельцев не продавать дешевле, чем определенная сумма. То есть рынок начинает оживляться. Сколько активно в этом году у вас были удаленные сделки? Очень активные были удаленные сделки в период карантина, вплоть до... Пожалуй, июля у нас официально земельный департамент объявил онлайн-транзакции. То есть при онлайн-транзакции это все проводилось в видеоформате. Обе стороны выступали в видеоконференции, подтверждали свои документы. Деньги перечислялись на S-CRO счет, на сохранный счет земельного департамента. И оттуда уже распределялись далее. То есть это выступало гарантом. Потом ввели такой инструмент, как удаленная доверенность. То есть понятное дело, что из каждой страны нужно официализировать и потом перезаверить тут в Дубае. Для упрощения, то есть начали тоже в режиме видеоконференции выпускать доверенность. Это опять же упростило очень процедуру. А потом у нас возникло такое вот, опять же, упрощение, что ранее доверенное лицо не имело права принимать деньги на свое имя. То есть если, допустим, вы продаете квартиру, у вас нет ни счета в Дубае, вы не резидент, вам не так просто открыть счет, или нет желания его открывать, мало ли какие обстоятельства. И у вас есть приятель, который может вам помочь эту сделку совершить. То вы можете назначить, чтобы приятель на свое имя принял этот чек и обналичил, перечислил. Ну, понятно, тут уровень доверия должен быть существенный. Потому что одно дело принять чек на ваше имя, а другое дело принять на его имя. Но в любом случае, то есть это помогло тоже повысить уровень транзакций. Насколько вас требованы такой вопрос 3D-туры, видимо, вы знаете, как используете, если вы имя? Да, да. На самом деле порталы также очень активно отреагировали на ситуацию. То есть у нас ведущие порталы по недвижимости, которые покрывают много стран. И там у нас прямо есть функция, в которой мы можем делать live viewing, то есть 3D-туры. То есть не только 3D-туры, которые застройщики формируют как маркетинговый инструмент, а именно вторичные недвижимости, живые, live viewings. Ну и тогда уже в заключении нашей с вами беседы, как вы работаете вот сейчас? Насколько вся история, связанная с вторым локдауном, вас коснулась? Что происходит? Разрешение, ограничение, если люди к вам сейчас на Новый год приезжают? Как работают риэлторские агентства? Есть ли показы? И что будет происходить в новогодние ночи? На самом деле страна открыта. У нас все заведения абсолютно открыты, разного порядка. Если в начале, когда началось восстановление после локдауна, была заселяемость только, заполняемость, скажем так, только 30%. На сегодняшний день мы обязаны носить маски. У нас нет комендантского часа, у нас нет ограничений по посещению любых мест, то есть будь то ресторан, будь то мол, будь то море, будь то бассейн и так далее. Также немножко есть ограничения на скопление народа, скажем так, в общественных местах. То есть, допустим, у меня знакомые захотели делать барбекю рядом с бассейном, в своей башне, где они проживают. Охранники сказали, что нельзя, потому что это считается скоплением народа. То есть, налагается на этот штраф. Но в общем и целом, все основные заведения, то есть, кормят, поят, и новогоднюю ночь можно будет справлять с салютами. Это главное. С точки зрения, если брать технические такие моменты, то есть мы встречаемся, проводим показы, проводим инвестиционные туры, проводим частично онлайн или в физическом присутствии, то у нас все работает. Мы приглашаем всех, ожидаем всех. И что у вас говорят? Планируются ли новые ограничения в связи с появлением вот этого нового штамма? То есть, пока ничего не слышно, то есть, по большому счету... Нет. Мы восстановились. Мы работаем, мы наслаждаемся жизнью и сожалеем, что не все страны могут быть в таком же выгодном положении, как мы, на самом деле. Что есть, то есть. Ну что ж, дорогие друзья, Алина Адамко, компания Metropolitan Premium Property из Объединенных Арабских Эмиратов. Контакты компании перед вами. Алина, спасибо вам огромное. И что значит открытые границы, спасибо, что подключились. Спасибо. Сегодня... С Новым годом. С Новым годом. С Новым годом. С наступающим. Привет, Карен Чичан. Привет, 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 Филипп, привет. И, соответственно, Таиланд. Карен, когда мы говорим о Таиланде, мы по каждой стране пытаемся выделить некую частную закономерность, которая потом может быть или передана на все страны или нет. Вот если мы говорим о Таиланде, ведь по большому счету, ну, по крайней мере, для русскоязычных покупателей, реальный локдаун начался в марте. И тогда Таиланд в каком-то смысле оказался в выигравших, ну, потому что большая часть сезона все-таки уже прошла. А сейчас ситуация обратная. Вот вроде как опять локдаун, но при этом европейским курортам сейчас, в общем, и не до отдыхающих. А вот, ну, в Таиланде есть риск, что ближайший сезон может быть или совсем потерян, или в значительной степени сокращен. Что ты думаешь по этому поводу? Какие реалии, как тебе это кажется? Ну, смотри, действительно, я абсолютно соглашусь, делав то, что мы уже, да, вошли в, прямо из-за высокого сезона мы вошли в локдаун, и, в принципе, все достаточно хорошо заработали за сезон, и было все в порядке. Я не могу сказать, что что-то сильно изменилось. Да, действительно, сейчас в Таиланд можно прилететь даже без визы, но с учетом того, что ты будешь сидеть две недели на карантине. И, ну, конечно, это не такое правило, оно никак не свидетельствует о массовом туризме, потому что две недели сидеть в номере никто не захочет. Но все равно, вот вчера прилетел самолет, там, по-моему, 60 туристов было, но это не то, конечно. Приезжали раньше там по несколько тысяч в день. Я говорю про Бхутет хотя бы, про него. Но я не знаю, что будет дальше. Ты знаешь, вот такая ситуация у нас сейчас в мире происходит, что никто не знает, что будет дальше. Вот, просто никто. И тут Таиланд, они как страна буддистка, они заняли выжидательную такую позицию, они ждут. Потому что сейчас что-то, какие-то резко меры предпринимать, неизвестно вообще, в какую завтра, может быть, что-то будет еще хуже или еще сложнее. Уже не будем думать вообще об этих границах, лишь бы себя спасти, да. Ну, или какая-то другая будет ситуация наоборот, да, куда нужно будет деньги инвестировать в развитие рынка. Вот, поэтому мы двигаемся потихонечку. Но сделки у нас все равно идут. Что это за сделки? Те люди, которые покупают, зачем они сейчас покупают в Таиланде? Они рассчитывают приехать и пожить, или они рассматривают это как инвестицию, и тогда об этом давай чуть подробнее. Ну, мы вообще работаем, и наше агентство конкретно, да и, я думаю, есть немало агентств на Бхутете, которые занимаются инвестиционной недвижимостью. Мы занимаемся исключительно, ну, практически только инвестициями, потому что, ну, для нас самое важное, чтобы, там, мы купили хороший объект ликвидный, который будет приносить хорошие деньги, и потом мы на хорошей цене его перепродадим, да, то есть совершить для клиента наоборот, ну, и самим на этом хорошо заработать. И, исходя из этого, конечно, сейчас люди покупают, потому что очень хорошие, можно есть предложения. Просто есть предложения даже хорошие, потому что если был бы сейчас высокий сезон, их бы просто не было, потому что появились несколько интересных проектов и очень хорошие, очень хорошие локации. И, конечно, там сейчас есть, что выбрать и что купить, потому что не так вот, ну, давно, во всяком случае, там, за две недели все, уже ничего не было. Ну, были какие-то квартиры, но это уже так, остатки. Это предложение на первичке или на вторичке? Не, на первичке, на первичке. Как и вам природа, то есть смотри, вот стало ли проектов меньше, стали ли, насколько более покладисты стали продавцы, они просто дают скидку или они предоставляют рассрочку, какая здесь математика, что изменилось? Ну, я честно скажу, вот меня очень веселил миф, когда люди говорили, ой, у вас сейчас там будем за бесценок все покупать. Но такого не будет, ну, это тяжело себе представить, потому что хорошие объекты в хороших локациях, они даже в цене не упали. Вот их, как вот они стоили, там, где-то там по 100-120 тысяч за квадратный метр батов, так они и стоят. Да, может быть, дадут побольше рассрочку, может быть, как-то еще там какие-то моменты, да, могут пересмотреть. Но в целом, вы знаете, это везде, на любом рынке. Хорошее, но оно всегда стоит дорого. А то, что, ну, вот, как бы оно и даром не нужно, да, конечно, на него делают там 50% скидки, я не знаю, может быть, и 70% сделают, лишь бы только что-то у них купили. Но я думаю, что вообще, говоря о недвижимости, да, если вы покупаете с точки зрения инвестиций, то вестись там на скидки – это очень большая ошибка. Хорошо, смотри, вот я потенциальный инвестор. Я покупаю не для того, чтобы приезжать и жить самому. Я хочу купить там квартиру в классических, апартаменты в классическом комплексе на Пхукете, понятной схемой. Но при этом должен ли я быть готовым к тому, что прошлый сезон оказался чуть скомпетный, а этот год для меня вообще будет практически нулевым, и, соответственно, мне просто нужно психологически настроиться на то, что с сезона 2021-2022 годов только начнется реальный заработок на недвижимость в Таиланде. Или тут тоже есть свои но? Ну, во-первых, в основном мы работаем с, ну и хороший рост показывает, мы работаем с комплексами, это жилые комплексы с апартаментами, но они сделаны полностью со всей отельной инфраструктуры, и ими управляет какая-то пятизвездочная, четырехзвездочная отельный бренд, такие там как Best Western, Wynham, Hilton, Sheraton, Accor Hotels и так далее. И тут ситуация следующая. Когда покупаешь ты квартиру здесь, у тебя на первые там три или пять лет существует такое понятие, как гарантированный доход, потому что мы не знаем, как этот проект будет развиваться в первые там три-пять лет, поэтому тебе фиксируют стоимость, ну, предположим, ты будешь получать 7% от стоимости своей недвижимости, все. Если больше, они, ну, забирают себе, да, отельный оператор, если меньше, они будут докладывать, то есть их задача выплачивать фиксированный доход. Исходя из этой парадигмы, ну, в принципе, не важно, да, сколько там будет лет восстанавливаться отельная недвижимость, но все равно за пять-то лет она восстановится, поэтому люди сейчас, в принципе, приобретают. Тем более еще многие покупают сейчас в стройке, то есть то, что строится, то, что на начальных этапах строительства, то есть там до получения реального дохода, да, это еще лет пять можно. Скажи, пожалуйста, а насколько надежным показал себя рынок того же Пхукета и, может быть, в Таиланде в целом, коль у тебя есть такая информация, то есть вот эти программы гарантированного дохода, которые два года назад, три года назад предлагались, в текущих условиях не было ли попыток, ну, можно сказать, застройщиков, собственно, списать все на форс-мажор? Ребята, нам никто не едет. Ну, конечно, знаете, как говорят всегда, да, люди вот сейчас, все застройщики делятся, как вот в Библии написано, да, на овец и козлов, вот, и там овцы по правую руку, да, козлы по левую, но все равно козлы есть, но есть люди, которые, ну, решили воспользоваться вот этой ситуацией, чтобы сказать, мы не будем ничего там платить, никакие обязательства исполнять. Но это на самом деле единичные случаи, конечно, которые там, ну, неприятные очень, но это единичные случаи. Большая часть всех проектов выплачивает гарантированный доход. Ну, мы тенденцию смотрим с точки зрения следующей. Если это в основном какой-то там местный кондоминиум с местной там управляющей компанией, то тут могут быть вопросы, действительно. А если это комплекс с международным отельным управлением, то все равно, ну, никто, ни один отельный бренд не будет, так сказать, свое имя так ставить под такой вопрос. Конечно, ну, выплаты идут. Предположим, у инвестора есть, ну, назову сумму там 120-130 тысяч долларов. Да. Можно ли сейчас на Пхукете рассмотреть, ну, такая базовая простая схема? Я покупаю, я получаю на несколько лет какой-то гарантированный доход, ну, а потом, дай бог, и ситуация выправится. Если да, все-таки о каком доходе в таком случае можно говорить? Как эта схема может действовать, ну, в режиме реального? Доход первое время ты будешь получать либо 7, либо 10% гарантированного дохода. Вот у тебя будет в контракте прописана четкая сумма, которую ты будешь получать в течение, там, 5 лет. Далее, у тебя там через 5 лет есть опция обратного выкупа. Ну, есть комплексы, где через 10 лет, есть где через 5 лет. Через 5 лет есть опция обратного выкупа. Ты можешь отдать квартиру и забрать там свои деньги, плюс там еще 10-15% сверху, либо же ты можешь продолжить дальше получать доход и продать когда-то уже там дальше самостоятельно. То есть, в принципе, у тебя, ну, достаточно большое количество опций в этой ситуации. И говорить о том, что ты вот сейчас в краткосрочной перспективе что-то не заработаешь. Нет, конечно, если ты там покупаешь какую-то виллу, да, где там нужно самостоятельно и управлять, или нанимать какое-то агентство, да, тут, конечно, ничем порадовать нельзя. Конечно, это все стоит. Ну, нет, еще сдаются на долгий срок, но все равно это деньги не те. Такие отельные истории. Но я еще скажу плюс большой в том, что у нас сейчас хорошо начинает развиваться местный рынок. И у нас даже сейчас в некоторых проектах полностью, ну, есть фулибук, да, то есть полностью забронированный. Вот, конечно, по ценам чуть-чуть меньше, чем они продавали иностранцам, но все равно местные сейчас очень с большим удовольствием путешествуют. То есть вот если я сейчас являюсь собственником, и у меня уже нет, например, в моих апартаментах какой-то программы гарантированной аренды, и я бы, ну, как бы сам или с помощью какой-то управляющей компании не очень крупный, то есть в Таиланде заработать, на что я могу рассчитывать, что мне сейчас сделать вот в этот сезон? Кто-то все-таки приезжает, ну, единицы, но все равно, просто с ними снизить цену и лучше законсервировать объект там на год. Ну, опять же, если, ну, в дальнейшем дальше там нет гарантированного дохода, но все равно в дальнейшем-то управляет международная отельная сеть, конечно, она имеет большие, там, большие возможности хоть как-то, да, но заполнить. Например, вот Best Western, они полностью заполнили, даже вот сейчас, в эпоху пандемии, у них полностью стоят забитые комплексы. То есть это о чем говорит? О том говорит, что люди, ну, как это, профессионалы, они умеют даже в тяжелые моменты приносить своим инвесторам и себе хорошую прибыль. Если мы говорим, опять же, про какие-то частные, местные управляющие компании, ну, тут действительно я соглашусь, наверное, может быть, не получится, да, так хорошо заработать. Ну, опять же, скажу, что значит проблемы, да, вот что значит на сегодняшний день, у нас нету туристов, ведь это говорит о том, что у нас на сегодняшний день просто нету денег здесь, да, вот просто они отсутствуют. То есть у нас есть какое-то количество денег на местном рынке, но это не покрывает, да, нужды всех-всех-всех абсолютно, всех отелей и так далее. Вот, поэтому ситуация такая, сказать, что она там очень хорошая, ну, вот на таком кратковременном моменте, нет, я не могу сказать. Такая ситуация, я бы сказал, не очень хорошая, ну, такая. Окей. Итак, Карен Чичан, компания Exotic Properties, я контакты попрошу Карену написать. В последний тогда все-таки вопрос, как сейчас организован приезд, то есть вроде как можно уже действительно без виз приезжать, есть ли у тебя уже какие-то примеры того, что люди все приехали, там, по пару недель? Да, конечно, конечно, есть, у нас достаточно много людей приезжает сейчас, и наша сотрудница вернулась из России. Приезжает, прилетает много людей, у нас сейчас и брони есть, у нас же помимо Exotic Properties есть такая достаточно крупный отельный оператор, Exotic Voyage, и вот мы только что до вебинара разговаривали с партнером, сказали, что у нас там еще и брони есть, как раз вот люди хотят, там, бронируют, чтобы они здесь после двухнедельного карантина остались в Таиланде. Ну, я честно скажу, здесь, конечно, классно, потому что здесь, ну, здесь солнце, здесь хорошо, здесь практически нету этого COVID, и все мы спокойно ходим, ну, единственное, там в торговый центр масочку нужно одевать, да, и то, как бы, такое просто правило. Вот, в целом, конечно, сюда прилететь намного лучше, чем, предположим, где-нибудь там сидеть в Москве, да, вот в такую эпоху. Но, кто может, они приезжают, но их немного. Понятно. Ну что ж, Покарен, спасибо тебе огромное. Да, пока. Свидимся. Да, да, пока, пока. Подключается, подключается, ура, ура, Дианис, здравствуйте. Добрый день, Физик. Слава у меня получилась, да, слышно, видно, отлично. Дианис, чуть позже тогда я расскажу про наш следующий гид на жительство. Слышали вы, наверное, что я сказал про Кипр. Собственно, основное событие этого года с точки зрения недвижимости и с точки зрения восприятия нами, это то, как Кипр отреагировал на отмену программы гражданства. Несколько слов об этом. Что сейчас у вас происходит? Ну, сейчас у нас, естественно, первый шок прошел. Это когда 14 октября фактически объявили о закрытии программы. Это был серьезный шок. Возможно, было правительством это сделано для того, чтобы иметь хоть какой-то шанс, для того, чтобы можно было каким-то образом реабилитировать программу со временем. Сейчас идут переговоры с Еврокомиссией. Два месяца они нам дали, мы им ответили. Ждем их ответа до конца февраля. Вся эта история общения с Еврокомиссией где-то, скорее всего, продлится до конца апреля. После чего правительство попытается в какой-то форме реабилитировать программу эту. Возможно, программа будет очень похожа на мальтийскую программу. То есть нужно будет прожить какое-то время на Кипре, может быть, до трех лет. Точно, пока неизвестно. Или, да, помимо этого, еще, скорее всего, будет экзамен на элементарное знание языка. Какого? Греческого? Греческого, да, конечно. Скажите, ну вот вы сказали, что шок прошел. Вот об этом всегда говорили теоретически, но сейчас, можно уже говорить, более-менее практически. Вот вы работаете с очень разной недвижимостью. Вот на чем тогда сейчас сосредоточен интерес покупателей? Какова судьба элитных и очень дорогих объектов, которые строились именно с прицелом под гражданство? Какие варианты здесь есть? Покупатели паспортов, ну, скажем, по инвестиционной программе на получение гражданства, это составляли где-то 10% от общего количества иностранцев, покупающих недвижимость на Кипре. То есть 500-600 покупателей в год от 6 тысяч, ну, где-то 10%, да. То есть остальные 90% никуда не делись, да, возможно, из-за пандемии кто-то пока отложил решение и так далее, но продажи происходят. Здесь также у нас продолжает работать программа ВНЖ, то есть покупатели недвижимости от 300 тысяч евро, новой недвижимости, получают постоянное вид на жительство. Ну, это так. 300 тысяч евро нужно доказать также, что деньги поступают из-за границы, нужно иметь на банковском счету 30 тысяч евро, которые закрываются на 3 года. И, в принципе, как бы, ну, можно даже взять два объекта недвижимости, не обязательно, чтобы это был один объект недвижимости. Эта программа очень хорошо работает, особенно в Пафосе. В Лимассоле там цены немного дороже, чем в Пафосе, но здесь в основном у нас преобладают китайские инвесторы Пафос. Скажите, ну, хорошо, для покупателей, ну, для 10% покупателей интерес в связи, а для остальных нет. А для застройщиков? Ведь понятное дело, что, ну, на дорогом объекте, на элитном, они зарабатывали больше. Соответственно, они как-то сейчас будут перекидывать свои усилия на более бюджетные варианты, они будут делать вот на эти дорогие объекты какие-то скидки, или пока слишком мало времени прошло, чтобы говорить что-то определенное? Ну, если говорить в первую очередь о башнях, которые строились или как бы были запланированы, скорее всего, ситуация будет следующая. Вот эти несколько месяцев все занимают выжидательную позицию, и в зависимости от того, какая программа будет, уже, возможно, какая-то часть того, что не началось, не начнется. Или будут изменены, скажем, планы. То есть там, если было рассчитано изначально 30 этажей, то это будет 20 этажей, потому что в данный момент то, что строится, там процентов, даже если 30 было продано, а в большинстве объектов было продано, то достроятся эти объекты. Ну, хорошо, девелоперы не заработают столько, сколько изначально они планировали, но здесь ситуация такая, что уже как бы надо из ситуации выходить. Но я думаю, что все рассчитывают, что в какой-то форме эта программа придет, она будет, конечно, не такая, как была, она будет более строгая и так далее, но в любом случае, как бы ситуацию правительство так не оставит и спасет. Тем более, что вот как началась пандемия, правительство ввело мораторий на выплаты кредитов. Но это очень сильно помогло также, кстати, строительным компаниям также. То есть что они сделали, это как это работает? Мораторий на выплаты кредитов, это что? Те компании, которые обслуживали свои кредиты, они имели проблем, да, в течение 20-го года могли не платить по своим кредитам. Действительно, вот я сейчас смотрел, тоже поднял статистику. До вот этой истории, до этого запрета официального, который пришел в середине октября, цены на недвижимость на Кибри по большому счету не изменились. То есть там 1% это, ну, такая, понятно, статистическая погрешность. Количество сделок, ну, по крайней мере, у меня последние данные на октябрь 20-го года, оно даже выросло в том числе и со стороны иностранцев. То есть вы видите сейчас некий отложенный спрос, вы видите, что людей устраивают те цены, которые есть. Мы не берем элитную недвижимость, мы берем, ну, какие земные объекты, назовем. Ну, смотрите, ситуация, это как сравнивать общую температуру по больнице. То есть где-то есть падение, где-то есть увеличение спроса. Может показаться странным, но за время вот этих месяцев карантина на 400 миллионов евро увеличились вклады в банках местных жителей. Странно, да? Ну, бывает такое. Потому что здесь... У местных жителей, да, ну да, 70 тысяч населения, официальное население там 850 тысяч человек, из них 700 тысяч гражданин. 70 тысяч человек работает в госсекторе. Там средние зарплаты, не средние, ну, там, начальные зарплаты от 2 тысяч евро идут, там, 2 800, там, средняя зарплата в госсекторе. Также очень высокие здесь пенсии у местных жителей. Все это время они не имели возможности тратить эти деньги. Эти деньги, следовательно, накапливались в банках, и сейчас идет очень такой серьезный спрос со стороны местных жителей на покупку недвижимости. Ну, это в первую очередь, конечно, от этого выигрывает не кассия, там, многие покупают так, как столица, потом там очень выгодно сдавать студентам жилье. Ну, и, как бы, это имеет влияние тоже, и в других городах тоже. Правительство приняло программу о субсидировании процентов по кредитам ипотечным до 300 тысяч евро для местных жителей. Как бы, это тоже немного стимулировало. Поэтому, если где-то и было падение, скажем, да, допустим, в Пафосе и в Лимассоле, то в Некосее там спрос вырос, покупки величились. Такая вот ситуация, она вся разная. Дионис, скажите, пожалуйста, а как вы тогда себе видите, ну, как ни крути, все равно вот эта такая пелена полограммы гражданства, она пусть ложна, но создавала ощущение, что на Кипре покупают те, кому нужно переехать и гражданство получить, там, паспорт Евросоюза. Вы справедливо заметили, что доля паспортистов-то была, в общем, не очень велика. Тогда, как вы видите, вот сейчас зачем цели, которые были во второй половине года, вот последний месяц, скажем, у покупателей, и следующий год, это кто? Это все-таки ребята, которые хотят получить ПМЖ и историю с фаст-траком? Это те, кто хочет там всей семьей переехать жить? Или, может быть, это инвесторы? Вне зависимости от паспортной программы и от программы ВНЖ, курортная недвижимость все время пользуется спросом. Скажем, европейцам нет необходимости ни ВНЖ получать, ни гражданство. Серьезный процент покупателей недвижимости, ну, в частности, в ПАФСе, это были британцы, скандинавы есть, для которых нет необходимости и в ВНЖ, и в паспорте. Как бы эти люди остаются, интерес продолжается, как бы появился интерес со стороны рынков, которых у нас никогда не было. Германия, немцы начали интересоваться нашей недвижимостью, бельгийцы, французы. Они покупают это как жилье на курорте? Здесь еще есть такой момент, нон-резидент, нон-доминсейт называется. То есть, если человек живет на Кипре 60 дней в году и нигде в другом месте не живет больше 180 дней, то он может считаться налоговым резидентом Кипра и платить налоги на Кипре, где ставка, скажем, ниже, чем во многих европейских странах. Помимо этого, здесь же у нас также есть специальные визы для айтишников. Очень много айтишников переезжают из России, Белоруссии, Украины к компании, и здесь живут программисты, на Кипре находятся, и тоже выгодно им сдавать недвижимость. То есть, также существует спрос, чтобы сдавать недвижимость на лонг-терм, на долгосрочную аренду этим людям. Еще здесь очень интересный момент с пандемией произошел. У нас здесь статистика показывает, что процент смертности от зарегистрированных случаев составляет 0,5%. То есть, да, на данный момент у нас где-то 18 тысяч зарегистрированных случаев коронавируса, да, а процент, ну, количество умерших, 90 человек, это получается 0,5% от зарегистрированных. То есть, если это хотя бы умножить 2 или 3 раза, то падает на 0,2-0,3. Возможно, здесь причина в Солнце и в том, что у народа достаточно высокий уровень витамина D, и как ни странно, и многие хотят пережить на Кипре пандемию. То есть, увеличился спрос на аренду, люди переезжают с семьей, чтобы переждать пандемию. Вот такой вот. Окей, Дионис, ну и тогда вопрос, что у вас будет происходить в ближайшие недели, месяцы, то есть, в каком вы находитесь состоянии, там, локдаун, не локдаун, и как осуществляет сейчас работа, какие ограничения есть, каких нет, и что говорят по поводу того, когда весь этот кошмар закончится? Кошмар закончится, когда 70% народа будут вакцинированы, тогда закончится кошмар. Ну, такими темпами, как все идет, я думаю, что это может затянуться, ну, 70% до июня может затянуться вся эта история с вакцинацией. Что у вас сейчас по ограничениям? Что вы можете, что-нибудь? По ограничениям у нас кафе, бары, рестораны не работают, молы, торговые центры не работают, супермаркеты работают, до 9 вечера можно находиться на улице, после 9 вечера и до 5 утра у нас карантин, то есть нельзя выходить, только поспеть с разрешением и так далее, на работу обратно. Ну, вот такая ситуация. Локдаун, в принципе, попасть на Кипр могут только те, кто имеют гражданство Кипра или ВНЖ на Кипре. Тот самый фаст-трак, о котором вы... Да, да, ну, из-за того, что большой спрос на фаст-трак, то, что раньше там за 2 месяца получали, сейчас это растянулось, растянулось на 4 месяца, на 5 месяцев. Большой спрос. И, кстати, раз уж мы... Так, какая-то мысль была, что-то очень важное сказать, про фаст-трак хотел, про фаст-трак сказали, про это сказали. Ну, не обязательно фаст-трак, можно, купив недвижимость на Кипре, можно получить постоянное вид на жительство, не по фаст-трак, а по стандартной процедуре, ну, недвижимость может быть и 100 тысяч вторичка. Но тогда, как бы, вы будете ждать не 3-4 месяца, а может затянуться на 9-10 месяцев. На 9-10 месяцев, да, ну, собственно, эта ситуация практически не изменилась, так было и до... Да, да. Дорогие друзья, Дионис Палеонидис, компания Флутина, с Кипрой, я дико рад, что мы наконец-то с вами... Взаимно, взаимно, да. Все хорошо, что хорошо кончается. С наступающим вас и встретимся в конце этого и начале следующего года. Удачи. Взаимно, Филипп, спасибо. До свидания всем. Здравствуйте, Александр. Давайте, мы с вами должны были чуть-чуть позже начать общаться, но сейчас... Мы всегда готовы. Отлично. Значит, смотрите, ну, если мы говорим о рынке недвижимости Турции, здесь все очень-очень просто. Турция стала, ну, особой страной в этом году, но в предыдущей уже в 2000... Если меня память не изменяет, в 2000... То есть, в 2018-го года она топ по запросам и по количеству сделок с участием россиян. Но вот в этом году выяснилось, что берег турецкий нужен не только россиянам, но и, собственно, самим туркам. И вот первый слайд, на который я хотел бы обратить внимание, если мы будем о Турции говорить. Одну секундочку. Турцию мы сейчас найдем. Вот она. Итак, всем нужен берег турецкий. С 1 января по начало августа 2020 года было продано более миллиона квартир, причем доля иностранцев была не столь велика. Несколько слов об этом. Насколько сейчас внимание граждан Турции, ну, в частности, курортной недвижимости велико, и насколько именно они являются теми покупателями, которые определяют... Да. Ну, вообще, ситуация на... Да. Филипп, можно сразу начну уже со статистики, которая у нас уже включает ноябрь. То есть можно сказать, что это статистика уже, по которой мы судим, в принципе, по всему 2020 году. То есть если мы берем январь, ноябрь, включая 2020 года, то на рынке недвижимости в Турции сделок выросло на 21%, 21,5% по сравнению с 2019 годом. Это вообще всего, иностранцы, и не иностранцы, всего. То есть по сравнению с 2019 годом в этом году на 20%, даже чуть более, выросли продажи. За счет чего есть также интересная статистика, что на 98% выросли ипотечные продажи в Турции по сравнению с 2019 годом. То есть государство снизило ставки по ипотечному кредитованию и тем самым стимулировало спрос именно на внутреннем рынке. Поэтому продажи выросли. Но если мы берем иностранный рынок, там другая статистика у нас, то есть у нас уже есть данные, включая ноябрь, декабрь, данные, даже если они появятся в начале 2021 года, они уже в принципе сильно ситуацию не изменят. То есть ситуация, картинка понятна. То есть на иностранном рынке там меньше. То есть по сравнению с 2019 годом на 9,5% у нас продажи упали на иностранном рынке в целом по Турции. То есть я с уверенностью могу сказать, что они упали не потому, что спрос снизился или от нежелания приобрести недвижимость в Турции. Эти показатели упали только потому, что люди не могли прилететь, вылететь, реально посмотреть объекты только из-за этого. То есть то, что у нас было как раз начиная с марта и июнь включительно. По этой причине, потому что онлайн-сделки, ну не каждый согласен купить онлайн. И вот те продажи, которые и были в период пандемии, они как раз большая часть и была их онлайн. Все остальное, конечно, вот дальше после июля месяца мы наблюдаем вот такой вот по шкале прогрессирующий рост продаж именно иностранцам. То есть уже пошел рост июль, август, сентябрь, октябрь, и все вот так вот по прогрессирующей. И сейчас мы этот рост также наблюдаем. То есть я не думаю, что он упадет. Ну смотрите, у меня тоже есть цифры. Как раз давайте я еще один кадр тогда покажу. 366 сделок с россиянами в августе, 400 в октябре. Но если опять-таки умножать на волшебное число 12, то мы получим около 5000 сделок в год. 5000 сделок, ну понятное дело, что такое умножение, оно не совсем корректно, но всем не менее. 5000, при том, что в прошлом году, если на память не изменяет, в 2019-го россияне купили в Турции около 3600. Россияне стабильно держат третье место среди иностранцев, покупателей и зарубежных инвесторов. Первые места – это Иран, Ирак, и третье место стабильно идет за гражданами России. И если Иран, Ирак у нас все-таки на Стамбул сделки ориентируются, то граждане России, они лидируют именно по Анталии и Алании в том числе, то есть по Средиземноморскому побережью. Скажите, пожалуйста, вот этот турецкий спрос, в какой степени он повлиял на цены, тем более, что, видите, граждане Турции же могут покупать и, скорее всего, в значительной степени покупают с помощью кредитов. Вот это их участие, оно повлияло и, ну то есть, складывается ли на руководство такая ситуация, что россиян не пришел, а уже продано, причем продано местному жителю, который в кредит взял... Вы знаете, повлияло на цены, то есть, понятное дело, это законы экономики, что если есть спрос, и спрос этот повышается, цены падать не могут. То есть, они будут повышаться, и это мы и наблюдаем, что они постепенно-постепенно и возрастают. Во-первых, граждане Турции не только повлияло то, что ипотечное кредитование, то есть, этот год нам показал, что главное в этой жизни здоровье, и жители таких мегаполисов, как Стамбул, Анкара, также это понимают, и они также начали интересоваться именно недвижимостью у моря. То есть, недвижимость у моря, спрос возрос именно так же и на внутреннем рынке. То есть, люди захотели жить в экологически чистом месте у моря, где нет большого трафика, может быть, машин, с полной заботой и акцентом на свое здоровье и своих детей. Поэтому вырос спрос и по этой так же причине. Вот то, что мы видим на море. Во-вторых, Турция показала и иностранцам, и турецким гражданам, что она очень хорошо справляется с пандемией, что эта пандемия не застала ее врасплох. У нас в Турции отличные медицинские учреждения, современные. Они функционируют, и они оказывают качественную медицинскую помощь не только иностранцам, не только местным жителям, но и иностранцам. Ну и, конечно, Турция, это как всегда, так как я говорю, в этом году мы все думаем о здоровье, то есть это рай в этом плане, в плане фруктов, овощей, в плане экологии, в плане климата, в плане цен, доступных цен. Все равно по сравнению с другими курортами, странами, у нас очень доступные цены и программы, которые также продолжают действовать. То есть программы получения венжи и программы получения гражданства за инвестиции. Все это мы также наблюдаем сейчас. Хорошо, а если мы говорим о ценах все-таки? Параллельно ведь в Турции сильно падала лира. Это всегда вечный вопрос, какую долю в себестоимости проекта можно оценивать в национальной валюте, какая доля? Ну да, то, что реальный, то, что не реальный. Ну как бы, действительно, революция учитывает. Покупать все равно покупают. Спрос есть. То есть, соответственно, и здесь рассчитывать на цену, поскольку Турция же практически, ну, очень на короткое время только закрыла свои границы. То есть в этом году рассчитывать на какие-то скидки, на какие-то спецпредложения даже менее, более наивно, чем, скажем, там, в прошлом году? Вы знаете, есть у нас и скидки, и спецпредложения, с чем они связаны? Так как застройщики пытаются максимально быстро распродать свои квартиры, комплексы, чтобы строить новые. У нас вот в офисе каждую неделю приходят строительные компании, и они в активном поиске новых земельных участков. То есть у них уже есть проекты, есть планы, они видят, как неплохо идут продажи. И чтобы вот это быстрее все ушло, они предлагают вот хорошие условия и цены. Я готовилась к этому вебинару, да, и готовилась вместе с показателями, там, Турецкого института статистики и показателей Центробанка Турции. И вот за 2020 год график есть реальный рост, 15% по Турции сейчас идет. Это реальный, да, это реальный, который учитывает уровень инфляции. Но в национальной валюте, в лиру. Да, 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 в национальной валюте. Вот, ну, вы знаете, лира сейчас, ну, стабильно как бы последние вот два месяца у нас было падение, но сейчас на уровне там 9,4 за евро она держится. Последний месяц стабильно практически. Надеюсь, что так и будет. Вот, поэтому у нас, конечно, у наших инвесторов в этом году были страхи очень большие по поводу строек, новых комплексов. Самый большой страх, что будут задержки или вообще недострои. Вот, вы знаете, в этом плане Турция молодцы. То есть все, что они, может быть, не доработали, не достроили в период пандемии, очень активно потом в субботу, в воскресенье у нас прожектора включали настройки и активно работали строительные компании практически все в Анталии и в Алане, чтобы не было вот таких вот задержек, чтобы не подвести инвесторов. С другой стороны, у нас инвесторы просили о какой-то расстрочке по оплате. Они не могли по каким-то, может быть, финансовым вопросам произвести вовремя этот платеж по беспроцентной расстрочке. Все застройщики у нас согласились. Мы делали дополнительный контракт там приложения и продлевали людям оплату, как бы чуть-чуть условия улучшали в связи с этой ситуацией. Как было понятно, а вот ваше ощущение, как будет? То есть Турция вроде как не собирается никак закрывать границы, не собирается ничего ограничивать, более того, хотя с Великобританией, по-моему, какие-то сейчас тоже что-то прикрыли, но с Великобританией сейчас все прикрывают. Все-таки ваше ощущение, эта ситуация продолжится и дальше, то есть вот следующий год будет таким же, как последние 4-5 месяцев этого, если, конечно, не будет никаких таких уж совсем жестких лагералов. Ну да, в мажорных обстоятельствах, я надеюсь, что будет так, как мы это вот начали проживать с августа-сентября, как действительно было последние 4-5 месяцев. Это также и будет продолжаться. Турция заинтересована в потоке иностранных инвесторов. Она будет делать все, чтобы этот поток не прекращался. Вот даже вот на данный момент у нас же комендантский час сейчас действует в Турции. То есть в субботу-воскресенье все мы, граждане Турции или иностранцы, у которых есть ВНЖ, должны действовать, ну вот соблюдать этот комендантский час. Мы сидим дома, у нас Новый год такой же будет, мы будем закрыты на 4 дня. Вот, но те граждане, которые приехали в Турцию с туристическими целями в отеле, от этого освобождены. То есть у нас сейчас море полностью в распоряжении иностранцев. Пляжи пустые в субботу-воскресенье, шикарные, декабрь, плюс 16, плюс 18 градусов у нас даже купаются сейчас. И все это в распоряжении туристов. 16-18, вы сказали, я думаю, сейчас многие просто так вот поежились, хотя я вот, например, такую погоду люблю. Скажите, а если вспомнить ситуацию, которая была в марте, апреле, мае, когда все-таки локдаун был довольно жесткий, насколько в этот момент были те же самые застройщики податливы? То есть готовы ли они были что-то? Да, они, вы знаете, вот я вспоминаю то время, да, когда это все началось, никто из застройщиков, вот кардинально цены не опустимы. Они только пошли на уступки по поводу условий оплаты недвижимости. То есть все новые контракты мы включили в пункт, что в случае форс-мажорных обстоятельств, связанных с пандемией, некоторые пункты по оплате или по прилету покупателей могут быть пересмотрены. Вот практически во все контракты мы этот пункт включили. Но такого, что квартира стоила 60 тысяч евро, а в период пандемии ее можно было купить за 30 тысяч евро, однозначно нет и не было. То есть только в плане отсрочки по платежам, возможно, было говорить со строительными компаниями. И вы знаете, вот как показало время, потом, особенно после открытия границ, когда в июле у нас сначала Украина поехала, потом у нас Казахстан поехала, потом у нас Россия поехала, полетела. Вот спрос увеличился, увеличился, продажи очень хорошо наладились. На самом деле осень у нас всегда очень хорошее время в плане сделок. У нас, получается, сезон плавно вот перешел, скажем так, с лета на осень у нас. И в ноябре очень много было и покупателей, и туристов. То есть и, слава богу, погода позволила, чтобы это все происходило. Поэтому, в принципе, нормально все этот период пережили. Скажите, пожалуйста, вот для тех, кто хочет купить и потом, ну, как-то вот сдавать в аренду, не рассчитывая, может быть, на какой-то особый доход, но при этом предполагая, что, в общем, как минимум при своих останешься, что изменилось за этот год? Потому что, ну, все равно, как ни крути, туристов, приезжающих, меньше. Да, конечно. Если мы берем тех наших собственников, которые приобрели у нас недвижимость, у нас были просто отличные, шикарные резервации по аренде на 20-й год. Апрель, май, июнь, получается, мы вынуждены были людям вернуть залог нашим арендаторам, потому что люди и хотели прилететь в Турцию, арендовать, снять это жилье, но они не могли. То есть, получается, если собственник у нас мог бы за этот год, за этот сезон 10% годовых от стоимости недвижимости в евро заработать, он не заработал, да, он в этом году заработал меньше, но, понятное дело, это все, наверное, очень многие сферы бизнеса, где планировалось так, а не получилось, особенно все, что связано с туризмом, потому что вот эти все квартиры, да, конечно, мы сдавали также и турецким гражданам, но все равно это не тот доход, который был от резервации от иностранных туристов по этим квартирам. Поэтому, надеюсь, сейчас у нас начинаются резервации уже на лето 2021 года, и у нас в этом году очень огромный большой спрос на круглогодичную аренду. Такого никогда не было. Вот, поэтому у нас даже менеджеры сейчас дополнительно стали искать квартиру для долгосрочной аренды. поток, буквально вот каждый день, я вам честно говорю, мы получаем сообщение, необходима квартира для годовой аренды, необходимо, то есть люди переезжают, может быть, у них нет средств для покупки, может быть, они хотят попробовать у каждого свои цели и снимают именно на год, не на месяц, не на два. И тут уже дело собственника. Собственник у нас выбирает, или он может заработать, сдавая с апреля по ноябрь, и неплохо заработать на самом деле при отсутствии вот таких вот форс-мажорных обстоятельств. Или он может сдать на год, да, его доход будет чуть меньше при годовой аренде, но зато он будет уверен, что каждый месяц он получает какую-то определенную плату за свою недвижимость. Поэтому ни одной квартиры у нас сейчас не простаивают. То есть тут дело только сейчас у нас в собственниках. Некоторые не подтверждают годовую аренду, но запросы идут, спрос есть. То есть при желании собственник может, это не большая проблема сдать на год? Нет, не большая проблема. То есть даже, казалось бы, да, Аланье, туристическое такое место, годовые запросы сейчас потоком. Идут вот и семьи, и на пенсии люди арендуют, и снимают у нас вот семья. Одну сняла параллельно для мужа, он снял другую для работы себе, отдельную квартиру. То есть очень в этом плане мы как бы помогаем с оформлением ВНЖ. То есть я напомню, что в Турции вид на жительство вы можете получить или приобретя недвижимость, в Турции при этом у нас нет какого-то порога, сколько по стоимости должна быть эта недвижимость. Вы можете купить за 25, за 50 тысяч евро, сколько угодно. Все. Когда вы получаете ТАПУ, свидетельство о собственности, это является основанием для получения вида на жительство. Или вы можете получить вот так вот, арендуя именно на долгий срок недвижимости. Ну, и тогда, наверное, последний вопрос. Александра, если что, кстати, вы отключитесь, но далеко не уходите. Если мы никого больше не подключим, будем разговаривать с вами до скачания век. Мне, например, очень приятно. Скажите, пожалуйста, вот в ближайшие недели месяца вы сказали, что сейчас с одной стороны локдаун, с другой стороны для тех, кто в гостиницах, он легче. Да, я немного расскажу, вот как мы проживаем последние недели, хотелось бы рассказать. То есть суббота, воскресенье нам запрещено выходить на улицу, возможно выйти только в ближайший магазин за продуктами. В будни мы работаем по старому режиму, активно идут сделки, проводим, активно у нас клиенты приезжают на ознакомительные туры. В будни до 9 часов вечера на улице свободно возможно находиться. Банки, госучреждения, они немного изменили график работы. То есть у нас сейчас банки работают с 10 утра до 16.00, до этого, например, с 9 до 5 вечера было. Кадастровое управление. Вообще Турция, они молодцы. То есть такая ситуация, что делать, мы переходим в онлайн-режимы. То есть не только онлайн-сделки, а вообще жизнь в онлайн-режиме. То есть, допустим, если ранее для иностранца мы налоговый номер получали в налоговой, это мы туда приходили, человека приводили, его паспорт показывали, сейчас мы можем это сделать онлайн в системе. То есть мы никуда не идем. Если раньше перед сделкой мы несли все документы от продавца, от покупателя, в кадастровое управление, лично там были, подавали документы, сейчас мы также этого не делаем. Мы онлайн подаем на сайте кадастрового управления все документы, и нас уже только вызывают на сделку. Турция ввела некоторые ограничения по посещению таких вот госручреждений, мест. Объясню, что имею в виду, у каждого человека, даже иностранца, должен быть ХЕС-код. Но получить его также нетрудно. То есть чтобы зайти, например, в банк, надо установить приложение на мобильном телефоне, получить этот ХЕС-код. То есть Турция таким образом отслеживает, где какой человек, в каком он самолете летел, в каком автобусе ехал, в какой кадастровый или в какой банк он заходил. То есть вот эта система всем клиентам, кому необходимо, мы помогаем оформить такой ХЕС-код. Ну а так, в принципе, все работает. Да, рестораны у нас не посидишь уже, все закрыто. То есть только работает на доставку, все кафе, все рестораны закрыты. То есть, конечно, раньше, наверное, если бы год назад мне показали Аланию в это время года, я бы не поверила, что такое бывает. Но, оказывается, бывает. Тем не менее, да, как я говорила, что Турция будет и привлекает зарубежных туристов, инвесторов. Поэтому все это не действует для иностранцев, которые приехали сюда с туристической целью. Но если вы в Турции проживаете, вы оформили и комет, у вас есть ВНЖ, то полностью вы проживаете по таким же законам в Турции, как есть. И сейчас на Новый год, этот Новый год у нас будет самый семейный праздник, который только можно представить, потому что 4 дня мы будем сидеть дома. То есть 4 дня с 31-го, 12-го по 4-е нам запрещено также выходить из дома. Поэтому вот такие, видите, как семейные ценности будем еще больше ценить. Ну что ж, отлично. Дорогие друзья, Александр Кабакчев, компания Атаберко Стейт. Турция нас выручила, какие-то у нас сбои сегодня, не совсем стабильно работает система, но надеюсь, что мы сейчас все это исправим. Александр, спасибо огромное, с Новым годом. Вот наши елочки, у вас, наверное, такой нет. У нас, правда, тоже нет. Только на Пальме. Только на Пальме. Ну что ж, хорошо. Отпускаю вас. Спасибо вам огромное. С наступающим.